В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Подходит к концу ремонт Видновской взрослой поликлиники. Один уход, один десерток. Значит, у меня нужная помощь. В деревне Калиновка сгорел автосервис и несколько припаркованных рядом автомобилей. Увидел, что тут уже полыхает очень-очень сильно. То есть, ну, прям нереально никогда такого не видел. Отметят ли жители совхоза имени Ленина масленицу у Дома культуры? Даже каменный Ленин отвернул свой взгляд в сторону, не желая смотреть на это безобразие. На финишную прямую вышел процесс ремонта Видновской взрослой поликлиники. Планируется, что первых пациентов она примет уже в мае нынешнего года. Сейчас заканчивается чистовая отделка помещений и монтаж коммуникаций. Затем начнется завоз и настройка оборудования. На объекте побывал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Его сопровождала и наша съемочная группа. Здание поликлинического комплекса 1974 года постройки уже сейчас заиграло новыми красками. В том числе и внутри. Федеральный проект «Бережливая поликлиника» – это не только про экономию времени пациентов и современные технологии. Это прежде всего про удобство для людей, даже в мелочах. Отдельный вход, отдельный сектор. Неотложная помощь. Тоже кабинет неотложной помощи. Там кабинет инфекциониста и кабинет для передачи, анализа. Кабинет для прикрепления. Тоже здесь недалеко. Тоже, чтобы не было смешения потоков. Значит, мы, как и раньше говорили, мы постарались расставить кабинеты все секторами так, чтобы пересечение потоков было видимо. Экскурсию для депутата Московской областной думы Юрия Липатова по обновленной поликлинике провели главный врач ВРКБ Бутая Бутаев и его заместитель Елена Зинатурина. Много света, просторные кабинеты и места для ожидания приема. Разница с тем, что было видна невооруженным глазом. Пришлось снять все. Практически все временные перегородки и временные кабинеты, которые были, убрали. Полностью заменено отопление, полностью заменен водопровод, полностью телефония, интернет. А еще поработали с вентиляцией. Теперь она здесь не естественная, а принудительная, что позволит посетителям и врачам чувствовать себя комфортно в любую жару. Убрать часть кабинетов и расширить пространство холлов позволил бережливый подход и к организации работы врачей. До ремонта этой поликлиники кабинетов было много, но я могу сказать, что не все кабинеты работали в две смены. Просто они были не все загружены. Надо так, чтобы были кабинеты, работали в двухсменном режиме. В настоящий момент работы по отделке и замене инженерных коммуникаций находится на стадии завершения. Все, что есть строители сейчас, они уйдут до среды. Со среды клининг, полный клининг, и мы начинаем передавать потихоньку больницы. Юрий Липатов уже приезжал на объект в самом начале ремонта, чтобы пообщаться с руководством больницы и подрядчиками. Все это время работы по реконструкции здания он держал на особом контроле. В прошлом году я задавал вопрос, первое, как быстро смогут строители освоить этот объект, насколько качественно объекты они планируют построить. И вот сегодня мы уже видим, по сути дела, на 95% итоги работы. Представитель подрядчика признается, что срок реализации чуть больше, чем в полгода рекордный. Как правило, на такие работы уходит до 12 месяцев. Тем более, что в нашем случае были и объективные трудности, которые приходилось преодолевать совместно. Проектная организация, которая делала проект, проект делали в 2018 году. После этого было введено постановление о бережливой поликлинике. И уже исходя из этого проекта, главврачом было принято решение о внесении изменений в проект. Убрали все дополнительные кабинеты, которые были, все вот эти перегородочки маленькие. Увеличили площадь дихолов, пространство. Столкнулись в этом плане с переделкой полностью проекта, сметной документацией, проектной документацией и согласованием всего прочего. Руководство ВРКБ прекрасно знает, какие сложности испытывают жители в связи с тем, что взрослые поликлиники приходятся ютиться в детской. Но ждать осталось совсем недолго, ведь в итоге пациенты смогут получить медицинские услуги на совсем другом уровне. Будет усмотрена замена абсолютно всего оборудования, будет абсолютно все новое оборудование и мебель. Поэтому, да, здесь может быть в этом плане некая задержка. Задержка на оснащение всей поликлиники. Стоимость всего проекта 83 миллиона рублей. После реконструкции учреждение будет работать на 750 посещений в день. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Утром 10 марта в деревне Калиновка произошел пожар. Огнем была охвачена внушительная территория. Вслед за сотрудниками МЧС на место прибыла съемочная группа телеканала Видное ТВ. Горел автосервис. Начали возгораться автомобили. По словам очевидцев, в округе были слышны звуки взрывающихся машин. Подробности пожара в репортаже Юлии Поготьян. Деревня Калиновка. То самое место, где вчера произошел сильнейший пожар. Горел автосервис. Ситуацию сугубило разлитое машинное масло, которое вспыхнуло, словно спичка. Увидел, что тут уже полыхает очень-очень сильно. То есть, ну, прям нереально никогда такого не видел. Огромные клубы дыма, огня. Всего это вместе. Плавится металл. Взрываются машины. В общем, какая-то война происходит. У Александра Степанова в пожаре сгорел дорогостоящий внедорожник. Мужчина отдал его в ремонт. Были проблемы с двигателем. Уже заказал детали. На днях их должны были установить. Не успели. ОСАГО только. И все, как бы, каска-то зачем делать на такую машину? В принципе, не угадить. Ну, что, ее сложно угнать. Поэтому сделал просто ОСАГО. Сейчас будем решать, что как. С юристом будут общаться, чтобы дал совет, что делать. В принципе, сказали, что либо по мирному решать, либо подавать в суд, кому земля принадлежит. Огонь быстро перебросился на соседнее вплотную стоящее административное здание. Чудом не загорелась трансформаторная подстанция. В противном случае последствия были бы куда масштабнее. Пожар тушили чуть больше часа. На месте работало 6 автоцистерн и 28 сотрудников МЧС. Под спорьем стал вблизи расположенный Калиновский пруд, где находится пожарный пирс. Благодаря этому осуществлялась бесперебойная подача воды. Всего пожар был локализован на площади 1600 метров квадратных. Сгорел автосервис. Сгорело частично, но фактически полностью вот это административное здание вплотную пристроено. И общее количество машин на стоянке 27 автомобилей. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Юлия Погасян, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВидНТВ. Праздник будет, несмотря ни на что. В этом уверены в территориальном отделе Картинский. Правда, организаторам придется приложить немало усилий, чтобы жители поселка совхоза имени Ленина смогли отметить масленицу по традиции с блинами и гуляниями. Что же случилось у Дома культуры, где планировалось встретить весну? И кто пытался помешать празднику в нашем следующем сюжете? Еще вчера вот эта большая площадь напротив Дома культуры в поселке совхоза имени Ленина была очищена от снега. Здесь готовились к празднованию масленицы. Сегодня с утра снега снова навалило. И теперь здесь можно устраивать разве что соревнования по преодолению снежных завалов. Всю зиму на площади УДК снег никто не убирал. Территория принадлежит совхозу, соответственно, в обязанности руководства и входит уборка снега. Здесь традиционно проходят масленичные гуляния, поэтому территориальным отделам было решено подготовить площадку к празднику. В выходные планировалась качественная развлекательная программа с блинами, с чаепитием, с различными мастер-классами. Ну и, соответственно, мы, как администрация, вчера привели площадку возле Дома культуры в надлежащее состояние, чтобы наши жители и детишки безопасно развлекались здесь и отдыхали. Но сегодня с утра, с шести утра, трактора ЗАО совхоза имени Ленина привезли сюда снег, выгрузили, как вы видите, на площадь. И вот сотворили то, что сейчас, в принципе, есть. Но утром в пятницу охрана Дома культуры сообщила директору Центра культуры, что на площади работает техника совхоза имени Ленина. Глядя на это безобразие, которое организовал Павел Николаевич Грудинин, который говорит, что он за людей, за их будущее, за хорошую жизнь, даже каменный Ленин отвернул свой взгляд в сторону, не желая смотреть на это безобразие. С какой целью это сделано, нам непонятно абсолютно. Но можно догадаться. Ну, можно догадаться, да, чтобы сорвать праздник, муниципальный праздник, наверное, только с этой целью. Вот. Либо, ну, там, может быть, Павел Николаевич Грудинин не любит блины, либо он не любит наших жителей поселка. Желание навредить было столь велико, что не пожалели даже некогда посаженные местными жителями кустарники. Они просто теперь погребены под снегом. И все же начальник картинского территориального отдела Андрей Звеков уверен, праздник у людей будет. Ну, на сегодняшний день, может быть, удалось только испортить утреннее настроение, а праздник будет. Мы, как обещали жителям, мы его проведем. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. После долгого перерыва, связанного с пандемией, в Подмосковье возобновили выездные экскурсии в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». У участников проекта такие поездки всегда пользовались большой популярностью. 9 марта пенсионеры из Ленинского городского округа отправились в первое путешествие. Участники автобусной экскурсии побывали в городе Домодедово, где посетили Центральную районную библиотеку имени Анны Ахматовой. Сопровождали экскурсантов сотрудники Историко-культурного центра. Клуб «Активное долголетие» – это повсеместный клуб в Ленинском районе. И там участвуют многие организации и учреждения. И вот Историко-культурный центр активно помогает в организации таких выездных мероприятий. Их экскурсоводы очень подробно всегда рассказывают многие интересные исторические факты, уже будучи в автобусе, во время путешествия. Методисты Домодедовской библиотеки рассказали о жизни и творчестве Анны Ахматовой. Также гостям показали биографический фильм о поэтессе. Экскурсия проходила с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В ней приняли участие 12 человек. Ограничение единственное, самое важное. Все участники должны предъявить справочку о вакцинации на новую коронавирусную инфекцию, против, точнее, новой коронавирусной инфекции, либо справочку об антителах. То есть это самое главное ограничение на сегодняшний момент. Следующая поездка состоится 31 марта. Записаться на нее можно через портал госуслуги или заполнить заявление в Центре социального обслуживания населения «Вера». Кулон из фетра для любимой мамы. В Видновской центральной библиотеке прошел мастер-класс, на котором ребята своими руками мастерили украшения из подручных материалов. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Что можно сделать из фетра? Наверняка приходят на ум в основном пальто и шляпы. Как выяснилось, не только. Мастер-класс по созданию кулона из фетра провела в Видновской библиотеке руководитель квилд-клуба МБО «Энергия» Валентина Душко. Геометрические фигуры сшиваются по порядку швом «Иголочка вперед». Еще девочки, кто постарше, могут применить тамбурный шов. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. В основном шов «Иголочка вперед». Для декора используют фигурные бусины, бисер, стразы, тесьму и другие декоративные элементы. Все участники мастер-класса отметили – техника очень необычная. Вспоминаю, хоть как нитку держать. Мне интересно, конечно. Придете еще? Да, ну, мне интересно. Не знаю, как вот Милана. Мне кажется, тоже заинтересовалась. Тебе сложно было или легко? Нет, я уже привык. Привык шить? Да. Так. То есть, сложности у тебя вообще не вызвало сегодня ничего? Нет. Ну, а вообще, как ты думаешь, интересная техника? Очень интересно. Что будешь делать вот с таким кулончиком? Подарю маме. Сложно было, нет? Нет. Не сложно? Не сложно вообще. Так. А вообще, когда-нибудь подобное делала? Ну, да. Ну, ты вообще знала, что из фетра можно сделать кулон? Да. Знала? Видела раньше, да, такое? Кому подаришь? Наверное, бабушке. Мы тоже решили попробовать свои силы в рукоделии и присоединились к участникам мастер-класса. Несколько кусочков фетра, немного фантазии, свободного времени и вот такой интересный кулон готов. Осталось продеть веревочку и можно носить. Такие мастер-классы – возможность не только научить юных посетителей библиотеки разным видам рукоделия, но и познакомить с деятельностью квилд-клуба, который работает на постоянной основе в МБУ «Энергия». У меня авторская программа. Дети приходят и занимаются тем, чем они хотят. То есть это не урок. Вот сегодня с фетром занимаемся, значит, все занимаются фетром. Там приходят дети и занимаются. Кто с фетром, кто с тканью, кто на креативном дизайне, например, докупаж очень популярен или роспись стекла. Кто-то кукол народных делает. Подобные тематические мастер-классы проходят в библиотеке раз в месяц. Так что следите за анонсами и обязательно приходите. Будет интересно. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. Жизнь должна играть яркими красками. Так считает автор выставки «Калаш в моей жизни», которая открылась в Расторгуевской библиотеке. Наша съемочная группа познакомилась с экспозицией. Подробнее расскажет Александра Столярова. Выставки в Расторгуевской библиотеке – не редкость. Сотрудники учреждения рады поддерживать своих талантливых читателей, художников и фотографов. На днях здесь открылась новая экспозиция – «Калаш в моей жизни». Сначала я решила делать номера для квартир и для людей, создавать из мусора образы такие. А образы заключались в том, что цифры квартир, какие люди делаешь, когда видишь, что номер квартиры мой. Вот я очень люблю море. И здесь, конечно, вот ракушки, да. И я очень люблю рисовать. Вот эта кисточка. Автор работ – видновчанка Марина Кононова. Творчество для нее не хобби, а стиль жизни. Талант художника проявился в Марине в 20 лет. За многие годы именно творчество помогло и раскрасить жизнь яркими красками. В каждый калаш автор вложила кусочек себя. Номер квартиры, в которой она жила с мамой, любовь к кинематографу и путешествиям. Особенно это отражено в работе «Маска». Это картина о том, что надо жить здесь и сейчас, но не забывать, что было, что в твоей жизни тебя поддерживало, радовало, впечатляло. На выставке представлено 22 работы. Это изображение пейзажей, людей и животных. Калажи не только создают в библиотеке особую атмосферу, но и вдохновляют посетителей. Самое главное, что эти творческие изыски не проходят даром. И вот у нас дети посмотрели, воодушевились и тоже сделали свои калажи. С начала года выставка «Калаш в моей жизни» уже третья, представленная в библиотеке. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.